всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и я хочу показать вам очень простой ажурный узор на однофонтурной вязальной машине который уверена вам понравится берите его себе на заметку таким узором можно связать шарф палантин платок в общем все что пожелаете и так сейчас я вам покажу как вяжется этот узор а потом включу кадры своего шарфа который я связала таким узором и так рапорт этого узора 7 петель ну либо 7 игл умножаем 7 на любое количество рапортов я вам рекомендую брать нечетное количество например я взяла 7 рапортов умножаем на 7 это 49 и прибавляем к полученному числу еще две иглы вот у меня выдвинута сор 50 одна игла то есть 49 плюс 2 все сейчас из этих петель мы через одну задвинем в заднее нерабочее положение для того чтобы сделать набор бросовой ниточкой набор бросовой ниточки мы делаем для того чтобы повешать оттяжную гребенку так прошлись через одну навешиваем гребенку вешиваем ее ровненько чтоб она у нас зацепилась за все петли так теперь выдвигаем и заднего нерабочего положения и провязываем еще пару тройку рядов думаю будет достаточно так теперь берем основную ниточку и делаем набор косичкой для этого я все иглы выдвину переднее нерабочее положение чтобы было удобнее набирать подробно останавливаться и объяснять набор косичкой я уж не буду у меня есть отдельное видео на канале можете зайти и посмотреть как он выполняется набранные петли аккуратненько пододвинем к игольнице иголочки оставим выдвинутыми в переднее нерабочее положение все сейчас нам нужно провязать два ряда пока никакие рычаги на каретке у нас не включены все провязали два ряда теперь нам нужно с вами поработать деккером и для того чтобы начать работать деккером нам с вами нужно найти основные иглы я их так называю три четыре иглы оставляем отсчитали оставляем на месте пятую иглу слегка вот буквально слегка чтоб она у нас никуда не выскочила за язычок слегка выдвигаю сюда вперед для того чтобы мне ее было видно дальше 6 игл оставляю на месте 7 выдвигаю вперед еще 6 7 выдвигаю и так до самого конца 2 4 6 7 2 4 6 7 и в конце у нас должно остаться 4 иглы то есть мы с вами сейчас вот такое распределение сделали заодно проверили свои расчеты то есть четыре с двух сторон и между каждой выдвинутой иглой по 6 иголочек все теперь мы должны сделать очень ответственную работу поработать деккером не переживайте эти действия проводятся один раз то есть смотрите вот у нас то игла которую мы выдвинули рядом с ней справа я снимаю петлю иголку вывожу в заднее нерабочее положение и переодеваю эту петельку на центральную эту основную петлю так рядом с левой стороны точно также иглу вывожу в заднее нерабочее положение а петлю переодеваю вот на эту основную теперь с двух сторон вот от этих пустых иголочек мы точно также перевешиваем петли вправо и влево все ищем следующую центральную иголочку вот она у нас справа петлю перевешиваем на нее и слева точно так же перевесили от пустых иголочек вправо и влево точно также петельки перевешиваем на соседние иглы то есть смотрите ближние к основной игле мы перевешиваем друг на друга вот сюда вот на основную иглу будем называть эти иглы так а те петли которые у нас находится дальше от основной иглы мы перевешиваем вправо и влево и смотрите какая закономерность у нас здесь происходит в заднее нерабочее положение уходит по две иголочки а здесь 2 1 2 1 следующая игла основная точно также перевешиваем на нее соседние петли и с этой стороны справа и слева от пустых иголочек перевешиваем петли в разные стороны снова у нас 21 здесь по 2 и так разбираем все иглы до конца узора так теперь смотрите проверьте обязательно чтобы все петли которые должны стоять в заднем нерабочем положении у нас ушли назад чтобы здесь они нигде не болтались недодвинутыми и теперь провязываем еще два ряда знаете для того чтобы у нас каретки было легче провязать можно вытащить их сюда в переднее нерабочее положение напоминаю пока никакие рычаги у нас не включены все провязали два ряда теперь смотрите что мы делаем дальше основные иглы мы будем выдвигать в переднее нерабочее положение но не каждую а через одну то есть эту выдвинули это оставили эту выдвинули это оставили выдвинули оставили выдвинули вот сейчас у нас в переднем нерабочем положении вот эти вот основные иглы и теперь смотрите на каретке мы должны включить рычаги частичного вязания при таком положении рычагов у нас не будут провязываться иглы которые выдвинуты в переднее нерабочее положение и сейчас на протяжении всего вязания эти рычаги должны быть вот так вот включены да напоминаю плотность я сейчас поставила на восьмерочку ниточки у меня alize angora gold 550 метров на 100 грамм да еще перед тем как начать вязать обязательно вот здесь вот по краям навешиваем грузики все оттяжка у нас и 2 грузика поехали смотрите что мы сейчас делаем рычаги включены иглы выдвинуты провязали ряд 5 рядов провязали каретка осталось слева и сейчас иглы задвигаем рабочее положение вот так вот аккуратненько для того чтобы не дергать рычаги я вам повторяю они у нас остаются на протяжении всего вязания включенными и когда у нас иглы задвинуты в рабочее положение у нас эти иглы провяжутся сейчас тоже все провязать видите какие получились здесь бабочки так мы с вами молодцы дальше вот здесь была провязана бабочка значит следующий раз выдвигаем вот эту иглу то есть мы их выдвигать будем в шахматном порядке эти были провязаны их не трогаем а вот эти которые не провязывались их видно видите по ровной дорожке вот эти вот иголочки мы выдвинули каждые шесть рядов можно перевешивать грузики для того чтобы уже тут точно все провязывалось ничего у нас никуда не соскочила все провязываем 5 рядов 3 5 каретка слева иголочки подзадвинули провязываем 6 ряд все бабочки провязались теперь вот на этих иглах выдвигаем шахматном порядке перевешиваем грузики провязываем следующий раппорт вот и все представляете как это все легко вяжется не забывайте грузик грузики перевешивать вот и все смотрите как только вы провяжете необходимое количество рядов надо будет вернуть нам вот эти вот иголки которые стоят в заднем нерабочем положении и провязать последние два ряда такие же как мы провязывали самом начале для этого мы будем возвращать не все иглу сразу а частично то есть смотрите выводим в рабочее положение те иголочки которые стоят у нас дальше от основной иголки вот так вот их выдвигаем сюда а те которые рядом с основной мы пока оставляем заднем нерабочем положении так нету вот эту и вот эту все провязываем ряд выдвигаем все остальные и провязываем еще два ряда все шарф или палантин на этом закончен вытаскиваем ниточку из каретки и делаем закрытие косичкой либо через колки все как закрывать петли точно также есть у меня видео отдельное на канале так ну что я петли закрыла снимаю грузики снимают тяжную гребеночку и снимаю с машины образец вот такой вот образец получается потом его отпариваешь выглядит он идеально надрезаем вот здесь вот бросовую ниточку и и вытягиваем и вытягиваем нить на которую все в набор чтобы освободить образец вот вот такая красота получилось очень красивый узор эффектно смотрится и вяжется легко просто и быстро и сейчас я покажу тот шарфик который я связала буквально наверно за час что у меня получилось смотрите я таким узором вязала шарфик очень красиво получилось он только что с машины и я сейчас отпарю его и размеры вам скажу чуть позже alize angora gold я вязала здесь 550 метров но на 100 грамм в матке 100 граммов было и ушло можно сказать все кроме вот я брала здесь на образец и вот чуть-чуть ниточки остаться но в принципе еще наверное пару-тройку вот этих вот рапортов можно было провязать все сейчас я его отпарю смотрите с изнаночной стороны так красиво смотрится и сейчас я буду придавать форму этому шарфику при помощи иголочек портновских у меня доска мягкая и очень хорошо вот так вот здесь смотрите по краям и тут такие вот волны вот за эти волны я иголочку сейчас буду закреплять вот смотрите я наколола все все выровняла вот так вот красиво все смотрится и по краю я в узоре показывала два ряда всего мы провязывали здесь и вот я считаю что ничего делать не нужно здесь получается точно также красивый волнистый край потому что вот там где у нас первые вот эти вот бабочки материал подтягивается а где идут вторым рядом бабочки здесь получается такой как зубчик небольшой волна все сейчас я это все от пары красиво и покажу что получилось сильно перетягивать узор тоже не стоит потому что здесь на самом полотне вот эти вот красивые волны они имеют свой рельеф и если натянуть то он пропадет и вот посмотрите какая получилась красота по краю вот такие вот тут красивые волны и начали по низу тоже вот такой волнистый ровный оформленный край то есть узор очень красивый и в исполнении самый самый простой не надо ничего выдумывать вот он как есть так сразу же ложится и в изделие то есть если вам хочется связать палантин берите два таких мотка то есть на палантин идет не меньше 200 грамм шарфик получился у меня примерно 40 на 120 вот я сейчас только что измерила вот в общем это всего лишь шарфик хотите палантин берите два или может даже три мотка чтобы он был по объем не побогаче на этом у меня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока